День памяти воинов-интернационалистов День памяти воинов-интернационалистов 15 лютого 1989 года завершился вывод советских войсков с Афганистана В программе памятных мероприемств Традиционная акция «Запались свечку памяти» Жалобная панихида и урочистый митинг Ганна Ковалева расскажет больше подробно Памятные мероприемства в областном центре По традиции распочались Памятные акции «Запались свечку памяти» Былые воины-афганцы пришли У Свято-Петропавловский кафедральный собор Как поставить свечки в память Об загинувших в Афганистане земляках Дарочи замаль 30 тысяч белорусов Якие воевали на афганской земле До дому не вернулся 771 человек З их 124 уроженцы Гомельской области Окончилась война Когда война заканчивается Это, наверное, праздник Конечно, для матери, которая потеряла сына Это, конечно же, память Это, конечно, какая-то скорбь Это боль и так далее Для людей, которые дождались своих сыновей Конечно же, праздник Плохо, когда, конечно, идут войны Поэтому я хотел бы пожелать всем Нашим воинам-интринационалистам Чтобы их дети, внуки, правнуки Чтобы никогда в жизни не знали То, что испытали их Родственники, которые служили в Афганистане И в других горячих точках О полдне в Гомельском храме Иверской иконы Божией Мати Прошла панихида по загинувших Воинам-интринационалистам Знаковые подеи дня Стал митинг-реквием За складением кветок До монумента воинам-интринационалистам В микрорайоне Любинске Монумент узведен У память об усих воинах Яке урозные годы воевали За межами нашей родимы Удельниками митингу Стали ветераны боевых деяниев Представники органов Улады Роматских объединений, предприемствам и организаций Память загинувших Яны ушановали хвилины молчания Мы и скорбим сегодня И в то же время Встречаемся со своими сослуживцами Для того, чтобы пообщаться Поддержать инвалидов наших Поддержать семьи погибших Кто остались еще в живых Родители, кто остались еще живые Ну и, конечно, помянуть всех тех Кто ушел за 28 после афганских лет Ушли из жизни наши ребята Наши сверстники Сегодня в Гомельской области Проживая коля 3800 воинов-интернационалистов Яке примали уделу Локальных военных конфликтах за межой Многие из них примают уделу Громадским життям региона Выступают у научальных установок Проводят уроки можности для школьников У патриотичном выховании Подрастающих поколений Яны достойно протягивают справу Распочатую ветеранами Великой Айчинной войны Ганна Ковалева, Игорь Марышченко Телерэдоу компания «Гомель» Протягиваем выпуск У другий день визиту у Гомель Надзвычайный и повномоцный посол Французской республики у Беларуси Дыдье Канес Сустрелся со старшиней Гарвы Конкама Пятром Кирыченком Узаимодействие на региональном узроне Заявляется важной часткой Беларусско-французских относинов Активно развивается гуманитарное супрацовненство И перш за все дякучи Папратимским совязям Гомеля и Клермон Феррана Зараз стоит задача активизовать Экономичные взаимоотносины Головным это визит у Дыдье Канеса Пошук новых деловых контактов Мы над этими работаем В посольстве Я лично думаю Что уровень наших экономических обменов Неудовитворен И мы будем надеяться Что эта ситуация урочится ключем Первый наместник Кировника администрации президента Максим Рыжанко У пятницу 17-го лютого Проведе выездный прием грамадян У Рогачеве Прием будет проходить У будинку районного Комитета Час с 9 до 11.30 Записаться можно По номерам телефону Яке вы зараз бачите На своих экранах Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич Так само 17-го лютого Проведе промую телефонную линью Для ЖХРО Гомельской в области Звернуться с пытаннями Можно будет С 10 до 11.1 По номерам 75-42-99 А кроме того У гэты день Запланованы так само Прием грамадян По особистых пытаннях Йон пройдет С 11 до 12.1 У будинку Областного выканавчего комитета По передней записи Адеться по номерам телефона 75-46-93 Реализация объекта У яке не выкаристовуються Акционирование предприемств И укаранение практики Корпоративного кирования На коллегии фонда Гомель Абл Майомость Разлежены шляхи удосканаливания Выкаристанни Державной Майомости У делу посядженни Приняли и наши корреспонденты По выниках минулого года По колькости объектов Яке ранее не выкаристовываляся А теперь утягнутый Господарший оборот Гомельская в область З'является лидером у Беларуси У конкретных лишбах Гэтамаль 300 будынков И 160 миллионов рублей Яке поступили у бюджеты Розных узровнев И такая статистика На объектах, яке задеянишены У минулого года Створено каля 340 Новых прационных мест Разом с тым У Гомеля Абл Майомости Пагаджаются Выники могли бы быть Больше значными У некоторых районах Навыд не могут Своечасово подрехтовать Документы Для проведения аукционов Иншая справа Что и самим покупникам У фонда Рауць с принятием решения Не затягивать Если говорить про проблемы Конкретного реализации Имущества То я сегодня Особых препятствий Не вижу Конечно, в первую очередь Иногда отпугивает Цена первоначальная И многие покупатели Ждут снижения Но не всегда Это работает им как плюс На аукционы С большим понижением цены К нам приходит Много покупателей И цена вырастает В сотни Иногда и в тысячи раз И еще одна сфера уваги Фонда Гомель Обалмайомость Мониторанных деяностей Акционерных товарыств Зараз у регионе Зарегистровано 215 таких предприемств Ямаль у 190 Зеих доля державы Не меньше, как 50% Иншая справа Накольки поспехово Яны працуют Сгодна с постановой У Рада На некоторых буйных товарыствах У гэтым годзе Плануется увести Так званное Корпоративное керованне Что допоможе Акционерам Больше эффективно Контролявать керовництво Компании Справа урештю новая А тому необходно Продугледзять Магчимые негативные наступствы Определенное Корпоративное управление Сейчас просматривается На предприятиях Беллесбомпрома Которые Акции владения Переподчинены Банку развития Отданного управления И вот Там модель Корпоративного управления Показывает результаты Что Собрав и сориентировав В одном месте Все потоки Как денежных средств Так и товарных На данном этапе Это дает Определенный Положительный результат Поэтому Вопрос пока еще В стадии обсуждения Ну и Все взвесив Будет принято Окончательное решение Олег Синцеров Ольга Коновалова Игорь Марышенко Телерадо Компания Гомель Мобильная группа Гомельского Гарвы Конкама Знову наведала Завод гандлевого Обсталявания А мальгод тому Там были Отзначены Шматлики Порушенни Як дисциплины Працы Так и санитарного Стану Выниками работы Над помылками Потекавился Олег Синцеров На Гомельском Заводе гандлевого Обсталявания Мобильную группу Сустрыкают светливо Супрацовники Ахова По первой же просьбе Демонструют Свои службовые Посвечения И рассказывают Об действующей Системе контролю Крыху позднее Члены мобильной группы Звернутся увагу И на ящерную Особливость И они не зарегистровали Ни одного человека Якип спазнився На работу Почас по передней Проверки Порушенни Дисциплины Мели практично Массовый характер Что тлумачилося Утым ляку И вытворчими проблемами Гэта неколи Гомельский завод Гандлевого Обсталявания Был предприемством Союзного значения Але ситуация Зменялась И завод Який размещався На некаких Плясовках Был вымышен Скоротить Вытворчая площа У гэты будинок Гомельский завод Гандлевого Обсталявания Переехал с Нижней 2011 Ранее тут Находилась Одно с подразделений У предприемства Якою не выкорэсовывался Недец Цередины 90-х А тому работу Пачинали Во умовах Ведьми Далеких От идеальных Гэта сёння У вытворчих помешканьях Тёпла И в целом Утульна Але шмат Кто с работникам Памятые часы Калі от холоду Нега було працаваць Бэда и самая значная Заваги У членов Городской мобильной группы На гэты раз До оформления Пытявых листов И проходження Медыцинского Огляду Керовник группы Александр Ключинский Просить показать Якую проверку Проходят водители И отзначая Не фиксуется Целый шерох параметров Яке могут свечать Об здоровье человека Что у свою чергу Можа привести до аварии И аще один момент На який звертаю увагу Мобильная группа При наявности тестов Для проверки У организму наркотичных речев За почний год Ими не скоросталися Ни одного разу Дайте полосочку Раз Раз Вот результат Какой На мой взгляд Что значит Если дадут раз В неделю Количество людей Сколько бы я знаю Если даже Если не дай бог Где-то что-то Уже начнутся движения Разговоры Правильно? Согласны? Разговоры да Конечно Опасаться Бояться Проблемы Гомельского завода Гондельного обстреливания Выкликаны В первую очередь Ситуация с непротяжами Сегодня партнеры Запозвучили предприемству Сумму С управленную Трохмесячным объемом Угробляемой продукции И об этом Почас наведывания Завода мобильной группой Так самое Де размова Диверсифицируем Своё производство И свой сбыт Идём на расширение Так сказать Участие своего В открытых конкурсах Которые проводятся Предприятиями Республики И поэтому Если мы Раньше Основную свою продукцию Продавали В системе потребительской Кооперации То сейчас Рынок Значительно Расширяется По выниках Летошных проверок Городской мобильной группы Сотни специалистов Притягнуты До администрационной Отказности Некольких десятков Утымляку директору Знятые займаемых Посад На Гомельском заводе Гандлевого обсталевания Не глядячи на целых Шерых выявленных Недохопов Крайние меры Летость вырешили Не применять Сегодня можно констатовать Гэта было Правильное рашение Предприятие Стабильно выплачивает Заработную плату Вовремя выплачивает Заработную плату Со слов руководства Предприятия Есть наметки На то, что Оно в дальнейшем Будет работать стабильно Значит А раз стабильно будет работать Значит Вовремя будет выплачиваться Заработная плата И эффективность Производства Будет расти Поэтому Ну а Если какие-то Замечания Значит Процессы работы Я думаю Что они Тоже Устранят их 18-годовый Гомельчанин Размалявау машину Свойго Знайомаха Як поведомила Официйный Процставник Управления Унутренних Справ Гомельского Аблвы Конкама Катярына Радзеенова Некальки дзен Тому У милицию Звернулся 29-годовый Жыхар Советского Района Гомеля По словах Аутауладальника Яго СААП Уначы Размалявали Фарбами Машина Стояла У дворы Шмат Залиты не только кузов А лей фары С каупаками Колов Особую неудачливого Мостока Установили Супрацовники Криминального Вышуку Советского Раус Суместно с коллегами Из инспекции По справах Неполнолетних Хлопец был затрыманный И доставленный У районный отдел Милиции Подозронный Ни день не працуя И не вучится Правоохранители Рассматривают Несколько версий В том числе И по причине Неприязненных Личных отношений В настоящее время Молодой человек Идет на контакт С милицией И дает Признательные Показания У дочинения До хлопцев Сбуджена Криминальная Справа По артыкуле Хулиганства Максимальная Мера Пока ранне До трех Годов Позбавлення Воли Ансамбль Поветра Надесантных Войска Ублакитные Береты Выступил У Гомеле ГТ1 Музычный Коллектив Узброенных Сил России У дельники Якова Заявляются Заслуженными Артыстами Наши корреспонденты Не тольки Наведали концерт Али сустрелись С легендами Российской эстрады У глядельной Зале Няма Свободных Месцов На сцене Ладятся концерты Знагоды 28 годзе З дня Выводу Советских Войсков За Уганистан Распочали Программу Артысты Хородского Центра Культуры А потом На сцену Вышли Легенды Советской Российской Эстрады Гурт Блакитные Береты Зараз Артысты Знаходятся У великим Гастрольным Туры Але Як означает Мастацкий Керауник Сергей Яровы Гэты Концерты Гомеле Особливы Вчера Были В Минске Сегодня В Гомеле День Вывода Вось 28 Годовщина Приехали Поздравить Наших Мужиков Это Праздник Кто бы Что Не Говорил Называть День Памяти Но Все равно Это Праздник Закончилась Война Война Закончилась Это Хорошо У Гомеле Блакитные Береты Не У Першиню Приезжают Сюда Не Только На Гастроли Але И У Гостя До Ся Броу У нас Друзей Очень Много В Гомеле У меня Только Моих Служаковским Я служил Одновременно Вот Сейчас Придут Вот Очень Много Наших Афганцев С нашего Полка Да Вообще Просто Из Афганистана Много Наших Ребят Естественно Мы Сюда Начали Ездить Наверное С начала 90-х Годов Поэтому Сами Посчитайте Сколько У нас Должно Быть Друзей Учитывая Сколько Концертов Мы Здесь Играли Концертную Программу Артисты Так Само Подрихтовали Специально Для Гомельских Прихильников Будут И новые Будут И старые Но Все Будет Голубых Берет Потому что Мы Всю жизнь Поем Только Свое На Наступный День После Концерта У Гомеле Блакитные Береты Со сцены Крамлевского Палаца Пообязали Передать Привитание От Гомельских Афганцев Их Российским Сослуживцам Александр Лупиненко Михаил Рабко Телерадо Кампания Гомель И до Инших Тем У Ганлёвой Сецы Евро Опт А так Само У интернет Магазинах Е доставка И гипермол Зявилися Бонстяки Гэтая Веселая Цацки Липучки Вельми Популярная Сирот Дятей Во всем Свете Познаем С ними Ближе Зараз Могут И жихары Беларуси Бонстяки Это Забавные Существа С планеты Бонитор 24 Сеть Евро Опт Найти их Можно В магазинах По всей Стране А так же В интернет Магазинах Е доставка И гипермол Самый Простой Способ Получить Бонстика Это Совершить Покупки На сумму От 15 Рублей За каждые 15 Рублей В чеке Без учета Алкоголя И табака И при наличии Дисконтной Карты Е плюс Выдается Одна Игрушка Если К этому Жечеку Добавить Так называемые Бонтовары То можно Получить Еще Несколько Игрушек Дополнительно Эти же Правила Распространяются На интернет Магазины Е доставка И гипермол Подробная Информация Размещена На сайте Название Которого Вы видите Сейчас На своем Экране Сложности Одновременно Интерес Коллекционирования В том Что за покупки Выдается Игрушка Упакованная В специальный Флоупак Пакет Через него Невозможно Увидеть Или прощупать Какой персонаж Находится Внутри Коллекция Разработанная Специально Для сети Евроопт Состоит Из 24 Бонстиков Чтобы не Растерять Игрушки Рекомендуется Собирать Их В специальный Альбом В нем Кстати Размещена Специальная Детская Игра У каждого Из 24 Персонажей Есть свое Имя И свой Характер Из них Для еще Более яркого И нестандартного Продвижения Проекта Организаторы Выбрали Четырех Ключевых героев И отправили Их в гастрольный Тур Бонстиков Можно будет Встретить В самых Неожиданных Местах Минска И других Городов В кино В магазине На выставке На вокзале В Гомель Бонстики Приедут 19 февраля Встретиться С уже Полюбившимися Героями Можно будет В магазине Евроопт По улице Хатаевича 9 Всех Жителей И гостей Города Бонстики Будут ждать В 12 На то Чтобы собрать Всю коллекцию Бонстиков У белорусов Ровно месяц 15 марта Акция В магазинах Евроопт Завершится А бонстики Вернутся На свою Родную Планету Вонитрон 24 Кстати Специально К старту Проекта С бонстиками Торговая Сеть Евроопт Разработала Мобильную Игру Для смартфонов И планшетов Скачать Игру На мобильное Устройство Можно В специальном Приложении В Google Play Или App Store Дмитрий В интернете По адресе www.tvrgomil.by На гытым Выпуск завершен У студии Працывала Наталья Игнаценко Усяго вам доброго И до новых Сустречу Эфиры Редактор субтитров